привет 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 сегодня запишу коротенький обзор на новый m10 4 вот они у нас тут два дружка в сравнении с m10 3 внешний вид можно наглядно смотреть мне лично четверка намного больше нравится прямо такой дерзкий кто что не говорил агрессивный давайте сразу посмотрим высоту педали у нас это мтн 3 кстати на интересной резине она такая очень нестандартная для него и на самом деле довольно близко к антенну четвертому но она не не 11 дюймов она все-таки десяточка но суть в том что он все равно чуток повыше при этом 10 и 4 10 и 3 у него до стойки у третьего четвертого 11 с половиной то есть больше чем на сантиметр у него высота педалей хотя мне уже некоторые люди писали что на него хотят лифтованные стойки что очень низкие педали но даже по фоткам было видно что у четверки педали реально выше у тройки вот этой черной рестайловой педали стоят насколько я помню от николы да вот они по длинному краю у нас 230 даже чуть больше а по чистой ширине они у нас 11 с половиной четверки у нас получается во первых педали уже такие люксовые причем из всего что делал бегут по дизайну по моему это самый нормальный дизайн вообще смотрятся и прочными и легкими по длинной стороне у них аж 240 с половиной но у них скошена пятка у них скошен носок что что благоприятно для хождения в повороты и радиуса поворота и у них меньше десяти он сколько тут 9 и 7 чистый размер по середине педали по самому широкому месту 11 то есть в целом стойки выше педали чуть меньше скручиваться в поворот но он должен намного лютее чем мтн 3 но даже со стороны видно насколько троечка выглядит лоурайдером по сравнению с этим этот такой прям прям агрессивный тут у него такое некое подобие шиповки но я уверен что она вообще держать ничего не будет на не скользкие крашеные и даже не заостренные и прикол в том что сюда никакие шипы не вкрутить будет и наждачку будет не поставить с точки зрения юзабилити это будет наверное не самый крутой вариант но но смотрится плохо но есть у них регулировка это бигодовская довольно странная с этой плашкой угла педали так и так Короче, после пары километров Что сразу же бросается в глаза Во-первых, педали все равно широковаты Во-вторых, они прям, ну, прям Вообще не держат ногу И учитывая, что с завода стоит градус почти 0 градусов Вот с точки зрения угла открытия педали Ну, некомфортно, скажем так, на поворотах То есть надо как минимум угол сделать градусов 12 И, блин, не знаю даже, что Наждачку тут реально хотелось бы очень иметь Как их шиповать Ну, есть только сверлиться и вкручивать резьбу Но это далеко не каждый дома сможет сделать В общем, к педалям есть вопросики с точки зрения зацепа определенно А так Едет бодренько Как будто реально помощнее немножко, чем троечка Но у него как-то алгоритм другой То есть он как будто начинает давиться более как бы плавно При этом упруго То есть троечка как будто так просаживается А этот как будто бы запланированно уходит В общем Продолжение следует... Заряжен он на 90% вроде бы Вот на 32 он запищал Но едет нормально, рулится нормально Сейчас вот попробую сравнить с троечкой Вот, у тройки педали вообще лютая, лютая жесть прям Вон, сколько, 2 сантиметра Он как бы впродав С хрюком с таким уходит Назад вообще прям легко Короче Ощущение сразу, которое бросается вот так при переходе Что у тройки гироскопический вот этот эффект жестче То есть четверка как будто бы рулится Как более стандартное колесо, чем тройка То есть, зрение поворота вот он он сразу как-то кивает очень резко, то есть у него нет вот эту плавную дугу на нем тяжело короче сделать а на четверке но на четверке вообще он без проблем, вот сколько ты давишь, столько он и скручивает и на месте чтобы зацепиться надо постараться мы новые педали чиркать не будем, но даже несмотря на то что угол торчит экран хоть и маленький, но в принципе на таком контрасте скорость сверху даже читаемая, если надо глянуть стопарь сзади, ну на видосе будет видно как смотрится, ну вроде так неплохо сразу же какой косяк у него, у него нет стопки стоп мотора и как бы ручка во-первых она такая расхлябанная во-вторых нет никакого датчика, то есть могли как бы сделать ручку как автомобильную более такую упругую, а не вот эту как у чемодана и туда бы датчик вставить, чтобы он при натяжении ручки включал стоп мотор но это в принципе я думаю можно будет доработать вот эта цикловская фара настраивается на самом деле по углу свечения, то есть можно поднять и опустить прикольно с точки зрения влагозащиты не понятно насколько там чего ну я думаю что как и все китайские колеса его нужно полностью перебрать, доработать все косячные узлы отсечку у него будет на 55-56 и все еще есть и и и и и и и и в общем резюмируя у нас получается МТН-4 и МТН-3 отличаются в первую очередь заявленной мощностью мотора, на четверке это 1000 ватт, на тройке это 800 ватт, и по ходу моторы реально разные, потому что отличаются намотки, отличается расположение датчиков холла, хотя подшипники те же самые, с виду все точно так же, крышки, количество винтов и так далее, покрышка у МТН-3 10 дюймов, у 4 11 дюймов, небольшая разница, но эта разница заметна, то есть по уверению он проезжает там всякие водоотводы и так далее. Вес четверки на 2 кг больше, это 13 кг против 11, но учитывая, что у него большая фара, алюминиевый корпус, более толстая крупная резина, это в целом нормальный, 13 кг даже для худощавой девушки, для подростка, будет вполне себе приемлемо для переноски, для подъема по лестницам и так далее. Алюминиевый корпус оказалось весит всего 900 с чем-то грамм, ребята в чат скидывали. Еще одно немаловажное отличие, это аккумуляторы на батарее, у тройки, особенно у последних ревизий, это 460 ватт-часов, у четверки это 750 ватт-часов, сборка такая же, единственное, что отличаются элементы 18650 на старых МТН-ах, а на четверках на новых 21700. И получается, что емкость 750 ватт-часов для такого малыша с таким весом, это прям запредельная какая-то. А в целом колесо получилось очень годное, мне прям нравится по дизайну, по ощущениям и как оно едет, и по своим характеристикам, ну прям кайф, короче. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...